Берите за одну половинку, берите за другую половинку и наскручиваем в эту сторону, вот это была тоже мануальная техника, и в обратную сторону. Ну, чтобы в обратную сторону было удобнее, я прям даже иногда руки вот так зажимаю, да, нога получается в плотной ловушке, ну и в обратную сторону, чтобы он сопротивлялся. Теперь, куда мы еще не давили, мы не давили в ту сторону, берем на каждый пальчик. Если больно, то не делайте, просто мягко можно, до предела просто давили, да, мягко и остановились. И в обратную сторону загибаем и пальцы, и стопу всю целиком. Когда мы вот так вот загнули стопу, да, напряглись вот эти ахилловые сухожилия и икроножные мышцы, которые как раз очень удобно разогреть, разогреваемые до приятного тепла. При этом движение старается вниз, вниз, туда, туда, мы будем все-таки лимфы вниз. Максим, ты сильнее нажми на стопу, потому что она не затянула. Чувствуется тепло, да? Да. Ой, рука у меня просто горит. Вот давай, Маша, пока вот это повторите. Максим, сильнее нажми. Так, не ловит. Да, ну что вы такими массажами не наградите человеку, он может быть полностью спокойный. Ничего не затянешь? Вас просишь, что ты не сделаешь. Сядь. Сядь. Можно, спрашивай один вопрос, можно рассказать или рассказать? Не буду. Не будешь? Расскажу, когда камень не хочет. Чтобы разогреть, я просил Ахилову согрожили натянуть. Натягиваю. А-а-а, не сильно. Максим, сильнее, 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 да, энергичнее, сильнее. Руку расправь. Прямо, ладошка. Ладонь, ладонь, вот эту, ладонь, рабочую. Вот, молодцы, вот, молодцы. Чувствуешь, как приятно, тепло потекло, да? Да. Чтобы в туалет не сходило, уже потекло. Мограя я стала. Вот, смотрите. Вообще, я в душе поэт, поэтому я могу сказать, что обычно, когда я это все делаю, я представляю, что я работаю с саксофоном, я музыкант. Эта нога превращается для меня в саксофон. Она и права, да, если посмотреть сисьбук, да, вот она похожа по такой форме, да? Ну да, с коньяком. Есть такой, да? Что вы имеете? И так же я выиграю на нем, да? Так же я нахожу точечки здесь, маневрирую, нахожу новую клавишу на самом саксофоне. Ну, только, ворот, брать не надо. Да, вот это. Переходим к нашей самой жесткой поверхности, это стопе, поэтому с ней можно работать грубее. Сразу, без всяких растираний, ну, во-первых, вы, конечно, растерли здесь, можете растереть вот здесь. Да, растерли надо, потому что стопа холодеет, пока вы работаете, и иногда даже бывает сволит у клиента. Обязательно растеряйте. И с постукиванием такими. Парочекам. Это приятно. Приятно, да? Вот видите. У меня есть такой есть пациент, который только лежит и ждет, когда ему делают стопы. Он говорит, давай, давай, давай. И аж 15 минут, и он делает только одну, и потом другую. Он, представляете, тем, кому больно, кому-то там смешно, а ему в кайф. Вот есть люди, которым просто это в кайф. А у меня... Сейчас, подожди, вот это мне не будем показать. Вот. Поскольку мы закончили с пяткой, да, такой удобнее эту руку продолжать и работать с пятком дальше. Только делаем пят лапу леопарда. Ой, как же кайфом. Оооо. Тягиваем вот эту вот кожуру, так называемую, нарушшую, да? Верблюжью такую мозоль. Тягиваем сюда. Нет, нет, нет. Можно проработать ее... Блин, без оператора плохо. Получается, вся камера у меня смотрит больше надкуда. Надо же сверху на пятку теперь показать. Сейчас я на пятку прям покажу. Мой муж больше всего обожал ступни. Массаж ступней, да? Да, он прям... Вообще, когда я сделала, он сразу отключался. У него постоянно еще... Причем, пусть делала. Между пяткой и вот этой... Ну... Да, 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 давай сначала разогреем. Повторяй за мной. Повторяй за мной. Повторяй за мной. Разогрели. Простучали. Простучали. Простучали кулачком. Поддерживать стопу. Лучше поменяю руку, да, чтобы ее держать. Под стопу, под стопу, под стопой. О, не сильно, да, просто поддерживаю. Такую чашечку сделай. И просто поддерживай, да. Это в спорте бывает у мужчин травма. Пах, кто тоже вот так вот, да, простукивает. Вот по вот этой, по свободу стопы. Чтобы боль оттуда ушла. Теперь берем обратно захват. Мы уже проработали, да, вот тут вместо разогрели. И плавно переходим, руку хватаем в нашу вот эту вот лапу леопарда. Прямо уберем сильно. Это даже приятно бывает, да? Приятно тебе? Ой, некоторым, блин, это очень приятно. Сразу можно перейти на эту сторону и шестеренку. Сделаем два леопарда шестеренка. Вот тут я щекотно провожу. Да, если щекотно, делается медленно и глубоко. Глубоко и протяжно тогда. Ох! Медленно протяжно. Ты щекотно будешь? Ну да, я же любила. Дальше, смотрите, дальше вот еще вот эту пяточку можно пальцами продавить, отделяя как бы мяско, жирочек и все остальное. Вот косточки, да? А, яси. Потому что...